Сначала он работал редактором газеты в Москве, редактором газеты «Союзмясо». Потом. На Донбассе. Это я сказала, да. Донецкий. И что? В обкоме партии. Что-что в обкоме партии? Город Сталина тогда назывался, да? Он работал заведующим за год скотом. Завод скота, да. В какой-то газете, что ли, он там? О обкоме партии, да. Так, и дальше. Ярославль. Вот Ярославль уже, я помню, да. В Ярославле он работал директором горторга. Ну, там его арестовали уже, да. А мама не работала? Только работала воспитатель? Лен, а мама-то не работала, она, наверное, нас воспитывала, да? Три папе не работала, да? Ну да, он содержит. Она астматик была еще и до того, и до того, как ее взяли, да? Ооо, а я этого не знала. Я думала, что она там приобрела астму. 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 Папу забрали. Маму выгнали на улицу. И мама стала ходить хлопотать. Что он ни в чем не виноват. В общем, ходила, наверное, там надоело, видимо. Вот. И в один прекрасный день они ей сказали. Вы знаете, вот приходите, такого числа мы вашего мужа освободим. Она нарядилась. Надела там что-то, красное пальто, красного, вот, рассказывала. Вот. И пришла ей, сказали, посидите. Где-то там на скамейке. И сами бегают, бегают, бегают там. И потом, в общем-то, в результате ее арестовали. Арестовали. Принесли бумагу об аресте. И ее загнали там. Была, ну, я не знаю, как назвать, комната или что это. Сарай или что. Огромный. Там было полно женщин. Это мне уже мама рассказывала. Полно женщин. Значит, там такие деревянные настилы были. Все заняты. Ну, ее там подвинулись. Ее, значит, спустили туда. И началась жизнь. Повезли их в Казахстан на этих, на поездах, в которых скотину возят. А, значит, они приехали в Казахстан на пустое место. И вот они ходили вот так, в какую-то, в воде там копали, чего-то там ногами давили. Таким образом они строили себе кирпичи из самана, что ли, какого-то. Вот, вот так, вот, и выстроили себе, вот, как их назвать-то, я не знаю, ну, там, где они жили. Там, на полке сделали двухэтажные, в общем, вот так вот. Ну, в общем, она вот пробыла в этом галжере, как ее назвали. Сколько-то времени ее потом перевели в другое место. Вот там она заканчивала, там, ее там потом освободили. Но ее освободили, когда кончился срок ее, 8 лет, ее никуда не отпустили. Ее просто перевели вот за изгородку, так, грубо говоря. Там какая-то санитарная какая-то была, ну, не больничка, ну, что-то такое. В общем, легкая такая, санитарная. Она там санитаркой была. Ну, убирала, мыла вот так. Ну, документы ей не выдавали, ей ничего не дали. Ее через год еще освободили. Когда ее освободили, ей дали на паспорте, написали, минус 39, по-моему, городов. То есть она никуда не имела права в крупные города заезжать. Ну, наверное, крупные, это все крупные. Там, мол, в деревне, ладно еще, да. Вот. И она, она приехала. Это было летом, точно помню, потому что мы там летом отдыхали, там детский дом наш. И вдруг меня вызывает руководительница, ну, или заведующая, как она там. Эллочка, ты только не расстраивайся, я тебе что-то сейчас скажу. Тебе мама приехала. Она у бабушки на улице Львсомневского. А мне, значит, видимо, в это время было лет 12, потому что меня одну отпустили. И я поехала. И когда я подошла к воротам, мне как сковало что-то. Я не могу идти дальше, и все. И в результате, когда я все-таки двинулась и вошла туда, ой, что было вообще. Мама рыдала. Меня усадили около нее. Я вот так сжалась, как курица эта. Она меня обнимает, а я вот, я не помню ее. Это был, конечно, кошмар какой-то. И самое-то интересное, что тут же молниеносно появился манционер. И потребовала маму документы. А она, видимо, кто-то ее уже научил, сказала, ты возьми сразу билет куда-то. И она взяла куда-то билет. А у вас, значит, это вы уезжаете. Ну, хорошо, ладно, чтобы он увидел дату какую-то, чтобы вас потом больше не было. Она говорит, да-да, кто-то из соседей. И мама рыдала, и дали минус 39 городов. Она нигде места себе не нашла. Вот. И она уехала... Я скажу, как город называется. У нее сестра с семьей жила. Там. Кубышев, что ли? Там в Кубышев. И она маму целый год у себя держала. Значит, приходили, милиционер приходил. Они уже видели кто-то, значит, у них там сад. В общем, видно было, кто идет. И прятали. Или в шкаф, или под постель, под кровать. Или еще куда-то. Но, видимо, был такой хороший милиционер. Потому что столько времени за год, он, конечно, видел, понимал, что она здесь. Ее выводила... Ее сестра выводила ее ночью погулять. Вот. А дню прятали. И потом, в общем, в результате все-таки нашли недалеко город Кенель-Черкассы, называется. И ее там приняли. Ее взяли на работу почтальоном. Вот. И она там проработала. Там очень... Ее хвалили очень. Все было хорошо так. Но дело в том, что... Хотелось домой к детям. Да, и вот так вот. Я за ней тогда к ней приехала, когда получила разрешение. Я приехала за ней. И ее привезла в Москву. Девять лет тюрьмы. И где-то на стороне, пока не получили мы разрешение это ввести. Я уже взрослая была совсем. И, конечно, я, например, пошла гулять. И просидела там, правда, в саду у нас. Просидела до утра. Вот. И я потом пошла. Когда домой, дверь заперта. Я стала стучать. Мама открыла мне. И дала мне по шее. А я ей сказала, а ты меня воспитывала, что ты меня бьешь? Дорогой моей доченьке Эллочке от мамы. С 28-го... 53-й год. Это значит, она, наверное, вот... В деревне была, вот, когда работала почтальоном. Когда ей нельзя было никуда больше выезжать. Да. Сарай Кнадзенцова примерно в возрасте между 60 и 70 годами. Да, конечно, я так понимаю, что она... Нет, это она приехала, конечно, в моей одежде. Это она уже приехала. А когда мама находилась в Алжире, она не знала, что папа расстрелян? Нет. Мы никто не знали. Никто не знали. Я ведь еще девчоночкой из детского дома я писала письмо Сталину. Просила. Дорогой Василий Сарионович. Скажите, где мой папа? В общем, и так далее. Меня вызвали туда, скажи... Ему дали 10 лет без права переписки. Я говорю, да это я знаю. Вы мне скажите, где он сейчас, жив ли он, что? А у нас нет таких сведений. Все документы в Ярославле были, оказывается. Понимаете, вот когда я уже запросила все, мне сказали, что все документы в Ярославле. Ну, к кому-то я пришла здесь, в Москве, я уже не помню. Вы мне теперь-то хоть дайте посмотреть, что там и как. Вот, напишите туда письмо. И вам ответят. Я написала письмо, мне прислали две папки. То есть мне не прислали, а меня вызвали здесь недалеко. Я сидела целый день там, читала это все. Я увидела мои папины настоящие подписи. Дело номер 420 по обвинению Данила Зенцова Даниловича преступлений по статье, по статьям. 19-58, потом что-то 8, 58, пункт 7, 8, 10, 58, 11 и 182 УК РСФСР. Особый архив. Не пойму слово. Достаточно изобличается троцкистам, двурушникам. Нахождение его на свободе может мешать ходу следствия. Привлечь в качестве обвиняемого по статье содержание под стражей в Ярославле, в Ярославской тюрьме. В общем, когда мне вот этот мужчина мне сказал, что вот они друг, когда он мне рассказал, что на самом деле было, да, он говорит, что они друг на друга, друг на друга говорили, потому что их издевались на них не так, что уже терпеть не невозможно. Потому что уже готовы были уйти, скорее бы расстреляли, что-то. Тут опять идут какие-то фамилии, фамилии. Ой, как много их тут. Ой, очень много. Отец. Обвинительное заключение. Являлся активным участником троцкистов, террористов, что ли, троцкистской организации в городе Ярославле, подготовившей в 1937 году убийство товарища Кагановича. Дальше, это второе. Работая директором ГУРТОРГа по заданию руководитель троцкистской террористической организации, проводил вредительство, вредительско-подрывную работу, нанеся государству материальный ущеб на сумму более 2 миллиона рублей. Приговор военной коллегии Верховного суда СССР приговорила Дзенцул Д.И. Вышемерен уголовного наказания расстрелу с конфискацией всего личного принадлежащего ему имущества. Приговор окончательный и на основании восстановления ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года приводится в исполнение немедленно. Вот эта фотография задолго до ареста была сделана. Вот это? Это папа еще был. Это при папе фотография была сделана. Это папа меня наряжал, мальчишку. Он жалел, что мальчик не родился. Дорогой мамочке от младшей дочки Эллоньки. Но это не я писала, конечно. Это кто-то или папа писал, или, не знаю, может, мама. На добрую память... Это уже я писала. Значит, да. Мама там уже была. На добрую память дорогой мамусеньки от доченьки Эллы. А вот здесь сама я пишу. Примерно 6 лет. Примерно это я сама писала. Но это значит, маме мы, наверное, посылали. Да, здесь уже большая. Я помочилась так еще. Выйдем из времена, так для меня даже говорить страшно. Не только вспоминать. Я вообще никуда не могла попасть. А потом у меня был паспорт на один год. Вот то, что мне выдали в детском доме. И у меня уже кончился паспорт. У меня уже некуда, негде было... Мне негде было жить. Меня там приняла одна женщина. Она мне дала условия, чтобы я ей должна каждый день приносить булку и сладить свечное масло. И, в общем, получилось так, что я ни работы, ни дома... Ой, даже сказать не могу. Я ходила там в одном доме. Была вроде вот дверь открыта. Ее откроешь, там площадка, а дальше все закрыто. Нет ни лестницы, ничего. Я вот там ночевала. И причем там ни двери, ни закрыть дверь, ничего. У меня было зеленое такое пальто. И был платок. Я одну часть привязывала к ручке в дверь, а другую к себе в руке. И так я спала. И дергались там, люди, наверное, пописать хотели. И мы думали, что... Я пошла в парк, легла на скамейку, и идет милиционер. Чего-то здесь ночую, что я говорю, да вот некуда, некуда. Я говорю, меня не пустили. Он пошел со мной туда, где я жила, где меня не пустили. Они открыли дверь, а мы ее не знаем. Мы ее никогда не видели. Испугались милиция, и все. В общем, вот такие вот дела были. Ужас. Я не могу даже по порядку что-то это рассказать. И где я ночевала, и где-то меня приютили, где-то что-то. Это жизнь была, а не жизнь, а не знаю что. Я еще удивляюсь, что я человеком осталась. Потому что я могла со мной быть все что угодно. Я моталась по паркам, ночевала и так далее. Со мной могли все что угодно. И воровать заставить, или еще что-нибудь, или прибить. И как вот я вот так вывернулась. Господь только знает самодел.